Библиотека Архангельский литературный музей предлагает вашему вниманию видеопрезентацию о родиной я из апреля о жизни и творчестве Инель Петровны Яшиной Инель Яшина поэт член союза писателей России заслуженный работник культуры российской федерации председатель архангельского регионального отделения союза писателей России с 1991 по 2007 год награждена медалью Котловского муниципального образования за особые заслуги Инель Петровна Яшина родилась в поселке Юрина Республики Мариэл 25 апреля 1940 года а родиной я из апреля из яркого шалого месяца из птичьих торжественных трелей до звона веселой капели сплела меня мама кудесница людские наветы и зависть не раз повергали в отчаянье не пела от боли кричала я но есть во мне вечная зависть то песни любви изначальная и в доброе вечное веря от злого урочья открестится душа моя радости вестница ведь родиной я из апреля из яркого шалого месяца писать стихи Инель Яшина начала рано первые произведения зоопарк мы за мир были написаны в возрасте десяти лет когда она училась в юринской средней школе в 14 лет ее стихотворение публикует районная газета стахановец на свой школьный выпускной вечер Инель написала текст вальса посвященного родному поселку а местный композитор сочинил музыку так начинался ее путь в поэзию после окончания школы она сначала работала учетчицы на лесопункте потом заведующий клубом библиотекарем затем в в москве закончила медицинское училище и вернувшись на родину стала работать медсестрой по воле судьбы в 1968 году оказалась она в архангельской области сначала в вельске потом переехала в город котлас именно здесь она стала серьезно заниматься поэзией север основательно вошел в ее жизнь в ее судьбу в ее творчество северу край завьюженный край мой белый не студи на лету крыло я тебя полюбить успела точно волгу душа в разлом неприкаянной быть мне вечно белой ночью ловить зарю я округлою волжской речью и о севере говорю работая в городской больнице инель яшина пишет стихи публикует их в газетах двинская правда и правда севера с 1968 по 1981 год она руководила в котласе городским литературным объединением двинские зори однажды будучи в котласе ольга фокина познакомилась со стихами яшиной и два из них по ее рекомендации были опубликованы в журнале наш современник в 1979 году северо-западное книжное издательство выпустила первый сборник ее стихотворений гремячий ключ с 1981 года инель петровна живет в архангельске в 1985 году она окончила литературный институт имени горького в этом же году стала членом союза писателей россии ей удалось найти своего читателя выйти на широкую стезю поэзии в масштабах не только города но и всего архангельского края она пишет стихи о любви и природе о нравственном становлении человека о его душевных переживаниях выходит и другие сборники ее стихов чистые глубины жонки любовь моя печальница вечная зависть отметины печали и радости серебряные крылья белоночья над полем гуси прокричали от книги к книге крепнет взволнованный голос поэта за сборник стихов отметины инель петровна в 2001 году была награждена областной премией имени Николая Рубцова и всероссийской премией имени Федора Абрамова ей также было присвоено звание заслуженный работник культуры Российской Федерации в тяжелые годы перестройки Инель Петровна возглавляет региональное отделение писательской организации сохраняет ее единство Яшина стала наставницей многих ныне состоявшихся поэтов работала с начинающими авторами с молодежью даже с заключенными активная жизненная позиция поэтессы ее неравнодушие к людям мужество принципиальность целеустремленность восхищали всех кто знал эту талантливую и красивую женщину то что у Инель Петровны было очень развито материнское начало чувствовали многие из тех с кем сводила ее судьба особенно конечно писатели северяне ей все время хотелось обогреть защитить утешить взять под свое крыло всякого русское слово его чистое звучание необходимость донести его до всех вот что было ее доминантой раз расшатались кросны в кость идет основа до чего не просто выткать красно слово закрепила кросны выровнялась нитка а на сердце слезно как же слово выткать чтоб гляделось разно понималось просто вытку слово красно да ломаю кросны с благословения Яшиной появляются новые имена на литературной карте севера вспоминая Инель Петровну писатели и поэты отмечают ее упорство и настойчивость в отстаивании во властных структурах и вышестоящей писательской организации интересов литераторов области 12 октября 2011 года Инель Яшина покинула земной мир похоронили ее в Котласе на кладбище Макарова среди сосен не вдалеке от часовинки в 2013 году Котлашане установили на доме где она жила мемориальную доску традиционно ко дню ее рождения проходят в Котласе фестиваль литературные встречи памяти Инель Яшиной 16 лет верой и правдой служила Инель Петровна творческому объединению писателей Архангельской области более полувека отдала она поэзии в север Несмотря на бушующие вокруг нее события Инель Яшина всегда оставалась собой женственной но мужественной слабой но несгибаемой строгой но бесконечно любящей о двух сторонах своей личности сама она говорила так я всегда была каким-то бесполым существом как рабочая лошадь тем не менее всегда оставалась женщиной жаль что не нашлось широкой спины или надежного плеча по неволе приходилось быть сильной иногда плачу но Жанна Дарк тоже была плаксой а на костер зашла от чего-то слово душу мучает топчет в смраде адовых трясин где ты святозарная могучая унеси отсюда вознеси вознесусь в потоке вдохновения стану петь и пашни и реке а пока слеза как омовение в каждом слове горестной строке но налажу песню самолучшую смолкнет и на звучи стиха я телец я выюшкой могучая мне и поле русское пахать Инна Ильяшина была человеком предельной искренности и эта искренность открытость прямота проявлялись и в ее творчестве и в отношении к людям она могла быть восхищенной восторженной разгневанной скорбящей но всегда ее эмоции были предельны чувства всегда накалены я полукровка хочешь русской хоть украинкой назови меня замешивали густо на правде чести и любви на чистоту породы взвесил и сник породистый эстет зато я знаю в этой смеси ни капли рабской крови нет масштаб личности Инна Илья Петровна мощь ее темперамента и гражданского и лирического трудно переоценить она была не только большим поэтом но и настоящим просветителем превыше всего она ставила русскую культуру и служение ей она никогда не была равнодушной беды и радости других людей она пропускала через свое сердце не жалела тратить себя глубоко и искренне скорбела со скорбящими и радовалась с радующимися у большого человека и жизнь большая и со смертью она не прерывается продолжается в делах поэты живут до тех пор пока их читают хочется верить что многие и многие поколения читателей будут с радостью и благодарностью открывать для себя поэтический мир Инель Яшиной послушайте еще ее стихи Травинка Всему на свете я родня Хотела тише жить и проще Травинкой стала И меня дожди веселые полощут Конец страде Косарь ушел Меня оставил у прокоса И как же стало хорошо Как будто смыло все вопросы умолкли птичьи голоса закат покров над лугом выткал Я верю слышат небеса травы безмолвную молитву птичьи что потеряно где-то за ветлугою где кольцо кончается где его начало реченька печальница тихо отвечала реки начинаются малыми глубинами кольцами меняются не всегда с любимыми серебряные крылья белоночья над миром словно божья благодать не отвергай моей молитвы отче я всю любовь тебе хочу отдать не угошу я пламени лампады хоть утро приближается уже и все прошу господа награды спокойствие измученной душе ландыши загляделась надо же над вину уронила ландыши на волну поплывут ли канут ли глубоко не окатны камушки им легко зная себе качаются на воде прокричала чаечка знать к беде а прибила ландыши не ко мне не пылает радужья по зиме утянула вешнего мута на душе по-прежнему маята на соловках разгулялось лето в северном краю тополиным цветом мается июнь вытканы веками мхи у волунов вправду ли руками чудо рождено от беды урочья душами крепки из далеких вотчин шли на соловки поминая разом сына и отца под монашьей рясой теплили сердца и во славу веры до святой руси дикий стылый берег храмы возносил гнев людской и милость поизведал ты вера что кормило судно монастырь по над белым морем по лесам двинским колоколье горе ветры рвут в куски сбыть тоскуясь дому в дивные края к озеру святому поспешила я покрепну духом песню заведу тополинным пухом разнесет беду словно век и тоже в праведном пути не оставь мя Боже Господи прости все то русское крест все то лакомо и вознесся в небо крест по над маковкой красят маковку опять в цвет серебряный разольется благодать над деревнями зазвонят колокола громко праведно только б Русь моя жила этим правилом избы деревенские все тут вместе спальня и столовая походить приятно босиком половицы чистые сосновые шорканы дрессовой да голиком русской печкой пол избы заставлена в пять шагов с порога до скамьи теплая уютная и старая бережет секреты всей семьи из окна с простыми занавесками всю Россию матушку видать вечно жить вам избы деревенские пусть вам будет мир и благодать так так мало мне для счастья нужно зажечь уютный свет в окне тихонько ждать с работы мужа да знать что он спешит ко мне еще еще хочу в труде удачи да знать что вновь не быть войне что лишь от счастья люди плачут не так уж много нужно мне жонки поморки эти спесь осадят вот прошлым веком по реке случился гость в сумском посаде царев брательник князь Сергей сколь суматохи звону грому сколь раболепия в речах бегут гонцы от дома к дому скликая жонок на причал мужья на промыслах мурманских но до кумекали попы большого гостя вмиг умаслит восторг встречающей толпы поморы худо не живали уменье множили в руках парчовы платья с кружевами нашлись у каждой в сундуках как переливы радуг шали а блеск кокошников долент к чему вопрос а хороша ли уж права краше в мире нет сошлись к причалу встали стройно с укном устеленной тропой великий князь как будто строна сошел и встал перед толпой красавец сотни три-четыре стоят с лукавинкой возрясь и брюхо гордо оттопыря здорово бабы гаркнул князь а сам ты баба с копейка сколь далеко привез кураж хоть ты и князь цена копейка коль слова красного не знашь пока попы поклоны гнули все сарафанами шурша пойдемте женки развернулись да и уплыли не спеша полночь опять не спится мне как же могу я спать колет рогами спицами месяц глаза опять как я могла быть счастлива да не по силам гуш мало была участлива много смутила душ кто от любви открестится все мы бессильны здесь хоть на распятие месяца душу теперь повесь пусть ее ветры выстудят слишком она жарка пусть ее люди выстыдят кто не любил пока полярная нашим душам встречаться просто как потушат в ночи зарю отыщи ее в небе звездном я с тобою поговорю дремлет город все тише тише шепоток в молодых дубах звезды выплыли стайкой рыжей а полярная голуба а полярная холодина светит ярко и ледяно словно милого проводила и забыла давным-давно что ей чтут ли клянут ли люди равнодушная та звезда вдруг и нашу любовь остудит как же буду я жить тогда на лугах как из вечно земная тяга я сегодня поровну могу от души смеяться или плакать поднимусь над гребнями молвы брошусь в давность как в бездонный омут я слова отчаянной любви не шептала не шептала никому другому на лугах до пояса трава кто незримый сеет тут и пашет от шумела старая молва о любви и молодости нашей а вдруг в значении обратном что мной посеяно зашло была щедра взрастила жадность была добра взрастила зло не знаю горше этой кары кричу на крик слова тихи не приведи как стану старой скорбя считать свои грехи я перед истинной виновна что не всегда вступала в спор мне тяжелей обиды кровной во взгляде дружескому укор как то что в юности торопим замедлить к старости хотим а снег в укатанном сугробе ручью живому побратим и он растает по апрелю вольется в солнечный ручей вот так во всем в добро я верю иначе жить тогда зачем пускай встают когда померкну мои негромкие стихи на исповедь или на поверку как перед господом грехи инель яшина яшина то но ок все тут в